Пока жаркая погода бьет климатическую норму, спасатели и все заинтересованные службы бьют тревогу. Купальный сезон оборачивается печальной статистикой. Совместный рейд представителей от образования, милиции и СМИ показал. Советы спасателей, к сожалению, многие пропускают мимо ушей. Ну вы видите, что творится у нас на реке. Отдыхают где хочу, как хочу, с кем хочу. С родителем, без родителей, с сестрой, с братом. Поэтому эффективность этих рейдов, вы только что сами увидели, мы задержали двух нарушителей, которые купались в состоянии колоннепенения, не в установленном месте. Разгоряченные отдыхающие ищут прохладу на водоемах, забывая о том, сколько подводных камней на тех же запрещенных пляжах. Например, подводные ключи на Затоне Мерлявеца стали причиной гибели уже ни одного человека. Однако горожане с детьми приезжают сюда ежедневно. Во многом эта работа, эффективность работы, будет зависеть от слаженной работы милиции совместно с нами. Поэтому два человека, даже два человека в день, я считаю, это очень мало. Их можно задерживать, вы видели, 50 в день, если хорошо работать. О том, что лето не повод расслабляться, говорят и в районном отделе образования. Для них это скорее повод постоянно быть на чеку. Мы сегодня наблюдали такую картину в рейде, что дети купаются с родителями в неотведенных местах. Нужно купаться там, где проверена акватория, где проверены пляжи, где чистая вода, где есть доступ и разрешение. Каждый родитель думает, что с его ребенком ничего не случится. Но таких ребят, которые в дни каникул отправляются на речку или озера без родителей, десятки. В помощь педагогам профилактические беседы. Мы несовершеннолетние дети, без головных уборов, разогрев, а потом прыгают в воду, плаваете, наверное. Мы играем, мы так чуть-чуть. Да, играете. Потом здесь место неопределенное, не отведено для купания. Почему вы, мальчики, не купаете на городском пляже, где более безопасно? Ну, мы просто можем поиграть сюда. Выставить спасательный пост на каждом участке реки невозможно. Поэтому так много внимания уделяется ответственности родителей. Говорят, для беды много не надо. А статистика заставляет задуматься. 5-10 минут без присмотра и пути назад может уже не быть. Особое внимание всегда уделялось отделам образования, школами, дошкольными учреждениями, на профилактику, на то, чтобы дети всегда были здоровы, живы. Но не все зависит только от образования. Уважаемые родители, большую половину летней каникулы – это ваша ответственность за ваших детей. Ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию детей прописана на законодательном уровне. Если во время подобных рейдов находятся дети без присмотра, их родители могут привлечь к административной ответственности. Каникулы под родительским контролем, возможно, и получаются строгого режима. Но лучше жить по правилам, чем утонуть без них. Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов, Олег Фитцнер, телеканал Мозырь. Вячеслав Приписнов, Олег Фитцнер, телеканал Мозырь. Вячеслав Приписнов, Олег Фитцнер, телеканал Мозырь.